Сама по себе мезотерапия является фундаментальной основой косметологии. Мы подбираем определенный состав и вводим его. Косметологи не назначают эту процедуру, потому что она просто нерентабельна им по финансовой составляющей. Мезотерапия – это такая методика косметологического введения внутрикожно коктейлей из препаратов, содержащих в себе гиалуроновую кислоту, пептиды, олигоэлементы, микроэлементы, аминокислоты, липолитики. Состав данного коктейля может подбираться индивидуально под каждого пациента. Мезококтейль составляется, исходя из потребностей и учета состояния пациента на момент проведения процедуры, что позволяет нам каждому пациенту подойти с определенной индивидуальностью. Если пациент волнует именно несвежий вид лица и кожи, либо уставший после перелета, мы подбираем определенный состав и вводим его. Также, добавляя различные компоненты в состав мезококтейля, мы можем решать ряд следующих проблем. Мелкие морщины, мимические морщины, дряблость кожи, пигментные пятна, жировые локальные отложения. Также мы можем повлиять на повышенное пота и салоотделение кожи человека. И добавляя, например, антибактериальные препараты, мы можем влиять на такую проблему, как акне и постакне. В данный момент времени мезотерапия не очень популярна среди врачей-косметологов, потому что она требует на себя затраты довольно-таки большого отрезка времени. Сначала у нас происходит аппликационная анестезия, которая занимает порядка 15-20 минут, а потом в течение где-то 20-40 минут происходит сама процедура. За отведенный час среднестатистический врач-косметолог может провести две более дорогостоящие процедуры, поэтому в данный момент косметологи не назначают эту процедуру, потому что она просто нерентабельна им по финансовой составляющей, что на самом деле является не очень хорошим примером, потому что сама по себе мезотерапия, ввиду своих особенностей введения препарата именно в нужный ограниченный нам слой кожи, является фундаментальной основой косметологии. Как и у любой процедуры в сфере косметологии, у мезотерапии есть несколько аспектов, которые относятся к недостаткам процедуры. Первое – это время проведения данной процедуры. Еще одним относительным минусом является отсутствие моментального эффекта. При использовании данной методики эффект будет немного отложенного действия, потому что компоненты, которые мы вводим внутри кожи, они начинают свою работу только где-то со 2-3 дня после их введения. Мы всегда рекомендуем и советуем пациенту подходить к данной процедуре курсом и назначаем порядка 3-8 процедур в зависимости от состояния и потребностей кожи. При проведении данной процедуры и данной методики инъекционной остаются небольшие следы от множественного количества проколов, что является относительным минусом, но также это является большим плюсом, потому что при травматизации иголочкой кожи вырабатываются факторы роста. Кожа в данных местах уплотняется, в этих местах образуется коллаген и эластин. Кожа становится более толстой и упругой, что благоприятно влияет на профилактику гравитационного оптоза. Стандартные зоны проведения процедуры – лицо, шея, декольте, волосистая часть головы и тела. Что касательно введения мезотерапии именно в область лица. При проработке данной зоны, данной области, мы прорабатываем и улучшаем состояние кожи, решаем проблему с обезвоживанием, сухостью, дряблостью, заполняем маленькие мимические морщины, улучшаем состояние как визуальной, так и внутренней плотности кожи. Обработка области шеи и декольте позволяет нам убрать нежелательные явления, такие как горизонтальные морщинки в области шеи, дряблость кожи, сухость кожи и пигментацию. Обработка области волосистой части головы с применением определенных препаратов позволяет нам предотвратить ломкость, сухость, выпадение волос. Также при большом количестве инъекций мы стимулируем факторы роста данной области, что позволяет нам сделать волосы более густыми и здоровыми. При проведении мезотерапии по телу с применением липолитиков мы имеем возможность контролировать и влиять на подкожно-жировую клетчатку, на жировое отложение. Также мы имеем возможность контролировать образование так называемой апельсиновой корки. Обычные зоны для коррекции фигуры – это бока, внутренняя поверхность бедер, ягодицы, тыльная поверхность рук, живот. Довольно-таки редкими, но не менее важными областями проведения процедуры являются задняя поверхность руки и, конечно же, кисти рук, которые в первую очередь выдают состояние кожи и возраст пациента. Данная процедура актуальна как самостоятельная методика, так и как методика, подготовительная перед другими процедурами, например, перед нитевым лифтингом. Когда за месяц до проведения нитевого лифтинга назначается курс из 3-4 процедур мезотерапии для подготовки и питания кожи, для того, чтобы и реабилитация прошла легче, и самая процедура постановки нитей прошла более благоприятно для пациента. У данной процедуры есть два подхода выполнения. Первый подход – это курсовой, когда назначается определенный курс на, допустим, один или два раза в год, либо ряд пациентов, которые ходят и выполняют данную процедуру ежемесячно. Начинаем введение препарата. Препарат вводится в поверхностные слои кожи с примерным отступом, где-то порядка сантиметра. Вводится совсем чуть-чуть, чтобы образовались маленькие папулки. Ингла вводится буквально на 1-2 мм. Процедура для пациента очень комфортна, безболезненна, ввиду того, что пациентка у нас уже немножечко полежала под аппликационной анестезией. Так как препарат вводится внутрикожно и в поверхностные слои, мы с точностью можем сказать, что компоненты данного препарата доставляются именно в нужный нам слой кожи. В поверхностных слоях кожи он задерживается и действует определенное количество времени, которое как раз-таки нам нужно для достижения более лучшего результата. Все комфортно? Да. Есть несколько способов введения препарата. Один из способов – это микропапульно. Второй способ – линейно-ретроградно. Это когда препарат вводится линейно по линии складочки, уже образованной, и на выходе вводится сам лечебный компонент. Эта техника актуальна только уже лицам, у которых имеются морщинки, складочки. Данная пациентка у нас возраст молодой, и ее целью было именно, чтобы придать свежести и тонизировать кожу. Здесь не было предпосылок для введения именно заполнения каких-то складок морщин.